На самом деле, в последнее время немного жалоб можно услышать в адрес синоптиков. Точность повышается благодаря новому оборудованию и хорошей организации работников. Ведь от гидромедцентров зависит безопасность жизни граждан всей страны, сельского хозяйства, экономики и материальных ценностей. Даже только что зародившийся шторм теперь не является неожиданностью. По всей стране существует масса доплеровских локаторов, которые в режиме реального времени выявляют любые изменения в атмосфере в радиусе 250 км и на 20 км вверх от самого локатора. Такое оборудование недавно было построено и в Рязани. В этом году оно должно быть пущено в ход. На сегодняшний день дистанционные доплеровские метеорологические радиолокаторы для синоптиков являются уникальным средством метеорологических наблюдений, так как позволяют в режиме реального времени отслеживать информацию о местоположении и перемещении облачных образований. В основном возникновение зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе наиболее часто встречающиеся – это в летнее время конвективные явления – грозы, град, шквалы. Она посылает луч и принимает отражающие. Имеет возможность отличить не только водичку от ясной погоды, но также имеет возможность отличить это соседнее здание попало или это облако движется. Сам локатор скрыт под защитным куполом, однако он словно суперсканер на огромном расстоянии способен увидеть, что происходит. Оборудование отличает дождь от града, облачность от ясной погоды. И будет передавать данные каждые 10 минут в Рязанский гидромедцентр и в Москву для создания общей погодной картины в стране. Если у старых вариантов антенны было слепое пятно прямо над самим локатором, которое расходилось конусом соответственно, чем выше, тем оно становилось больше, то в данный момент у данного локатора такого слепого пятна нет. Этот локатор пока не собирает данные, но здесь уже установлен дизельный генератор на случай отключения электроэнергии. Построены и помещения для инженера. Хоть техника полностью автоматическая, проверку и контроль за ней производить необходимо. Метеорологи с нетерпением ждут запуска нового, единственного в Рязанской области локатора, который существенно улучшит их работу. А пока в их арсенале остаются метеорологические станции, расположенные по всей области, как автоматические, так и те, на которых по-прежнему работают люди. В настоящее время у нас на метеороплощадках остались как классические приборы, так и внедрены так называемые автоматические метеорологические комплексы, которые позволяют измерять те же параметры, но в менее дискретном режиме, более современным способом, часто даже без выхода на метеороплощадку, только по компьютеру и служебному помещению. Однако автоматические станции при отключении интернета данные передавать не могут. У гидрометеостанций, управляемых вручную, есть собственный канал связи, в том числе и с Москвой. И при неполадках с интернетом работники передают данные вручную каждые три часа. Так что техника не идеальнее людей. И в праздничный день начальник Рязанского гидрометцентра Алексей Олегович Крутовский вручил грамоты отличившимся работникам. Одновременно с этим пожелал коллегам, гидрометеорологам, работникам водного хозяйства, мониторинга окружающей среды и экологии, большого жизненного счастья, удачи и весеннего настроения, хорошей погоды в доме и на работе.